В день прославления Ксении Петербургской в лике святых тысячи паломников приезжают в Петербург на Смоленское кладбище помолиться на месте ее упокоения, попросить святую о помощи. В храме Смоленской иконы Божьей Матери, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии вознес благодарственные молитвы ко Господу за Божественной Литургией. Владыке сослужил епископ Краснослободский и Темниковский Климент. Блаженная Ксения, гонимая и презираемая в начале молитвенной и подвижнической жизни, стала близкой и милосердной помощницей в преодолении людских бед и нестроений. Мы славим Матушку Ксению и все вместе, едиными устами, поем и молим о предстательстве о нас, грешных, перед Господом. ПЕСНЯ Наша жизнь коротка, висит на волоске. Блаженная Ксения взяла на себя такой подвиг, потому что скоропостижно скончался ее муж, который неподготовленным ушел на тот свет. «Жизнь у всех коротка», – сказал митрополит Варсонофий в проповеди. «Жизнь, конечно, короткая у всех. Нам кажется, и мы еще поживем, ничего подобного. Это нам так кажется. Очень близко встреча с Богом. Поэтому это время, которое Господь дал нам, мы не должны тратить на второстепенное. Надо только тратить на главное. А главное – это спасение нашей души. Вот что самое главное. Слава Богу, сейчас появились навигаторы, которые нас в любую точку приводят. Знаете, да? Сделал и едешь. Не туда – подскажет. Нет, неправильно. Направо, налево. Так вот, святые – это наши навигаторы, которые помогают нам. Вот цель поставить, Царство Небесное, и ехать к ней, и идти. И что не так, они подскажут – не туда пошел брат, вернись обратно, не сюда пошел обратно и вернись. Не туда едешь, не приедешь, куда нужно. Поэтому, когда мы проставим память святых, мы видим, как нам путь указывает ко спасению. Самое главное – постараться быть церковными людьми. К сожалению, пока мир не церковленный у нас, надо поцерковлять его. Потому что очень мало церковных людей. Да, вроде верующих много, но в церковь не ходят. Ну что это такая за вера? Надо обязательно в церковь ходить, и каждое воскресенье причащаться. Вот это вообще будет поцерковленным. И тогда не страшно умирать, ничего нам не страшно вообще. Когда сейчас мир сходит с колес, как говорится, безумствует, нам страшиться нечего. Мы с Богом. Храм на Смоленском кладбище был построен по проекту профессора Алексея Иванова. По преданию, блаженная Ксения помогала строителям. По ночам носила кирпичи на леса. 27 октября 1790 года был освящен главный алтарь. В 1940 году храм закрыли. Он был взращен верующим и вновь освящен 8 февраля 1947 года. Субтитры создавал DimaTorzok